Я вас приветствую товарищи, в наступившем году будут некоторые изменения в плане размещения контента на этом канале, но об этом я расскажу чуть позже. Сегодня тема такая из разряда условно задротских, мы сегодня опять будем говорить про постановки рук, но будем говорить не вдаваясь там в подробности, надо первый палец поставить под углом 45 градусов и люди нет. В очередной раз я бы хотел затронуть тему постановок левой руки и объяснить чем так называемая классическая постановка или адаптированная классическая постановка для электрогитары отличаются от так называемой блюзовой постановки. Какие у них плюсы и минусы, какие перед ними ставятся задачи и почему на мой взгляд важно владеть условно одинаково хорошо ими обеими. Начать я бы вообще хотел с того, что не следует считать постановку рук, посадку или типа того, постановку движений, какой-то волшебной пилюли. На самом деле ко мне достаточно часто обращаются люди для того, чтобы решить свои, как им кажется, проблемы с руками. Ну типа человек, например, обращается и говорит, я вот слушай, помоги мне поставить, переставить правую руку, потому что я не могу там разогнаться, я не могу там нормально играть какие-то партии штрихом, что-то у меня с правой рукой. По моему опыту, вот практически во всех случаях, которые я видел в своей жизни, у таких людей проблемы не с руками в итоге, а выясняется, что у человека, например, такая раскоординация рук, что это называется рассинхрон, звук получается, естественно, говеный и человек думает, что это, блин, наверное, это проблема с правой рукой. Как правило, человек, не погруженный в вопросы преподавания, не в состоянии на самом деле определить, в чем же, собственно, проблема, почему у него не получается сделать то или ускорить вот это и так далее. Но вот есть такой массовый стереотип, типа руки надо ставить или постановка должна быть правильной. В моем понимании не существует правильных или неправильных постановок рук, просто их нет. И может быть есть более рациональные и менее рациональные. Я лично руки ставлю только при некоторых условиях, когда студент ко мне приходит. Одно из этих условий, например, это если человек начинающий, то есть он вообще не играет, у него вообще ничего нету, и поэтому мне, конечно, проще поставить ему руки так, как ему самому будет легче. В других случаях я лично всегда взвешиваю все за и против. Если человек, например, играет, но немного не так играет, как я условно даю свои вот эти постановки, то надо подумать. Есть ли у него шанс упереться в какую-то стену или он совершенно спокойно может так продолжить играть. Здесь уже работает некая такая преподавательская чуйка. Посмотреть на человека и, в общем, решить, нужно ему переставлять руки или нет. Я просто нашел некие постановки рук, которые достаточно быстры и просты в освоении. О двух таких мы и поговорим. Это, повторяю, так называемая классическая постановка левой и так называемая блюзовая постановка левой. Начнем, наверное, с классики, поскольку на своих уроках я точно так же начинаю с классики. Почему? Здесь все на самом деле очень просто. Классическая постановка, она позволяет убрать опору на любой из пальцев вообще. И, грубо говоря, каждый палец, он становится буквально самостоятельной единицей. То есть даже указательный палец, многие думают, что он такой опорный, фундаментальный, встал на него сюда и от него играешь. Нет, он настолько же свободен, как и все остальные. Он может двигаться по грифу и решать любые задачи. В этом заключается достаточно такой большой весомый плюс вот этой так называемой классической позиции. Плюс ко всему в этой позиции легче изначально освоить, например, хаммерон и пуллов. И просто, опять же, потому что пальцы свободны, там нет лишних усилий. И колотить по грифу, в общем-то, ими становится легко и просто. Минусов в этой постановке, как мне кажется, два. Первое, она достаточно сильно усложняет исполнение бендов и вибраторов. Поскольку при вибраторе и бендах в этом случае вам приходится действовать пальцами. Я об этом расскажу чуть позже на примере блюзовой постановки, но тем не менее. Вы это могли видеть очень часто в игре Даймбега Дарла. Он очень часто играл в такой вот прям суровой классике и делал все это пальцами жирно, широко и всякое такое. Но это тяжело, это действительно трудно, поскольку у вас нет опоры. Вы по большому счету полагаетесь на более мелкие и более слабые мышцы. Второй минус это сложность игры с достаточно низко повешенной гитарой, поскольку левую руку придется весьма сильно вот так вот изогнуть. Блюзовая постановка является буквально противоположностью классической. Почему? Мы обхватываем гриф пальцами. У нас есть условно, я это называю замок, у нас вот здесь мы схватили гриф большим пальцем и условно держим его. И вот здесь мы схватили гриф там в основании указательного пальца и тоже поддерживаем его. Остальные пальцы вот они лежат примерно вот так, то есть мы как дубину просто обхватили гриф. В чем громадный плюс этой постановки в том, что мы, имея опору вот здесь, можем исполнять бенды и вибрато. Это будет достаточно легко, поскольку мы будем опираться на такое силовое большое движение, супинацию, пронацию предплечья. Оно будет основным в данном случае. Кто не в курсе, как делать бенды и вибрато, у меня есть несколько прямо таких основательных видео уроков об исполнении бендов и вибрато. Я ссылочку на них и оставлю. Так вот, блюзовая позиция, она для этого очень удобна. Поэтому вы очень часто можете видеть исполнителей, кто использует большое количество бендов, вибрато и подобных сопутствующих нюансов, которые держат левую руку в так называемой блюзовой позиции. Минусом ее является, собственно, то, что является плюсом у классики. А именно, здесь пальцы получаются достаточно ограничены. Вы можете провести простой эксперимент, поставив левую руку, скажем, в позицию 2, 3, 4, 5 на первой струне, вот именно в блюзе, вот так. А потом указательным пальцем попробовать зажать первый лад. То есть попробовать зажать первый, например, третий и пятый, сохраняя блюзовую позицию левой. Ну, будет тяжелее, чем если это делать в классике. Намного. То есть, если у вас пальцы не такие, как у Пола Гилберта, а у него там мизинец, например, по длине, как у меня, ну, допустим, указательный палец, то он, естественно, дотянется докуда угодно. Но если у вас пальцы не такие длинные, то, собственно, вам будет тяжело. Классика вот этого спасает, блюзовой позиции уже нет. И это, наверное, основной минус, то, что у вас пальцы достаточно ограничены по, назовем это, дальнобойности. Зато еще одним плюсом является то, что гитару можно держать достаточно низко. И, в общем-то, если избегать каких-то таких, назовем это, растяжечных аппликатур, то, в общем-то, гитару можно повесить на яйца или ниже, и там все, в общем-то, будет хорошо и будет удобно. Гораздо лучше, чем при классике. Таким образом, мы имеем две такие диаметрально противоположные и противопоставленные друг к другу постановки левой руки. Это классика, и это блюзовая. Почему я считаю, что необходимо в достаточной степени освоить обе? Потому что, повторяю, это два разных полюса. И фишка в том, что подавляющее большинство аппликатур, партий и всего остального вы будете реализовывать не конкретно вот это в классике, а вот это в блюзовой. Вы будете всегда находиться где-то между ними. Какие-то аппликатуры вы будете играть, ну, скажем, ближе к блюзовому, потому что там будет много микробендов, вибрато и подобных приемов. Какие-то, наоборот, чуть-чуть ближе к классике. Почему? Ну, потому что в какой-то момент вы переходите на позицию типа 5-7-9, да, и там удобнее немножечко руку вытащить вперед для того, чтобы это реализовать. Но не полностью, потому что там опять же вам встретится какой-нибудь микробенд, и поэтому надо держаться чуть ближе к блюзу. Более того, на протяжении, например, какого-то пассажа вы можете переключаться между ними, начать, скажем, в классике, потом переключиться на блюзовую позицию для того, чтобы где-то сделать в конце подтяжку. И это тоже нормально для того, чтобы это все делать свободно, для того, чтобы ходить между этими позициями легко, находиться в любой точке между ними, да, при определенном соотношении классической блюзовой позиции, для того, чтобы переключаться между ними. Для этого и нужно изначально просто взять и их освоить. Вот она классика, вот она блюз, и я совершенно спокойно между ними работаю. Ну, а теперь к обновлениям в этом году. Все вот уроки, прям уроки-уроки, они будут теперь располагаться на двух таких, так называемых, платформах. Первое, это Patreon, я его буду возрождать в очередной раз. Мне, честно говоря, не очень удобна эта платформа, но она достаточно хорошо подходит для размещения именно такого платного контента. Ссылку я на него оставлю, и как раз вот прямо сейчас там и доступны уроки. Как поставить левую руку в классическую позицию, как поставить левую руку в блюзовую позицию. Прямо пошаговая вот такая вот инструкция. Вторая такая же платформа, это YouTube для спонсоров. То есть вы засылаете небольшую копеечку и получаете доступ к подобным урокам. Почему я это делаю? Ну, потому что уроки на самом деле, они нужны далеко не всем. Ну, вот прям совсем-совсем. А такой вот полноценный урок о том, как поставить, например, левую руку, чтобы его снять, ну, уходит столько же сил, энергии и всего такого, как, например, уйдет у меня на, не знаю, реакцию препода, которую посмотрит гораздо большее количество людей. Поэтому я решил, чтобы было бы разумно просто давать небольшую подписку и эти уроки размещать за эту подписку. Поэтому либо становимся спонсорами канала, либо подписываемся на Патреон, лучше, конечно, это и другое сразу, и получаем доступ ко всем вот этим прям урокам, которые, я надеюсь, ответят на вот большую часть ваших вопросов, которые возникают. Плюс ко всему, на этих же платформах будут размещены целые курсы. Например, на Патреоне сейчас есть курс 0+, это курс для ребят с нуля, кто вот вчера прямо купил гитару, не знает, что с ней делать. То есть подписывайся на Патреон, подписывайся на соответствующий курс и делай прям пошагово то, что там говорится. Также там есть курс о том, как начать записывать что-то, творить, сделать аранжировки и всякое подобное. Там же есть доступ к курсу синхронизации, который, кстати, сейчас обновляется. И там же будут все-все-все остальные курсы прям целиком. Там же я планирую разместить буквально в виде курса программу для самостоятельного обучения. То есть это программа, похожая на ту программу, или даже такая же, может быть, которая я использую при работе со студентами, но выполнена и предоставленная так, чтобы вы сами могли ее пройти самостоятельно без моей помощи. Ну а на этом канале останутся ваши самые любимые рубрики. Это, повторяю, реакции препода, это потрошки, это заметки попсовика. Вот эти все вещи, которые, в общем-то, вызывают наибольшее количество просмотров. А все остальное, все именно такое вот прямо узкоспециализированное, оно уйдет вот туда. Поэтому подписывайтесь куда только можно, включайте все уведомления, прямо все-все, и занимайтесь музыкой, занимайтесь на гитарах. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова